Здравствуйте, дамы и господа, зрители и слушатели! Сегодня будет, если не самое, то одно из самых удачных и сильных произведений Иосифа Александровича. Я бы отнес это произведение к психологическим или даже психиатрическим триллерам. Когда-то эти стихи были положены на музыку, в результате чего получилась очень хорошая песня, качественно исполненная господином Васильевым. К слову, я часто слушаю эту композицию в часы моего общения с алкоголем. Именно поэтому вы, возможно, будете слышать знакомые ноты именно песни. Потому что искусство поэзии требует слов. Я, один из глухих, облысевших, угрюмых послов, второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе, подавая одежду, спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву старых лампочек тусклый накал. В этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсином, альгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму сны. Стены тюрем, пальто, туалет и невест, Белизны новогодней, напитки, секундные стрелки, Воробьиные кофты и грязь по числу щавачей, Пуританские нравы, белье и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край недвижим представляет объем воловой, Чугуна и свинца, обалделый тряхнешь головой. Вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках, Но садятся орлы, как магнитно-железную смесь. Даже стулья, плетеные, держатся здесь на болтах и на гайках. Только рыбы в морях знают цену свободы, но их... Немота вынуждает нас как бы к созданию своих Этихеток и каз, и пространство торчит проискурантом. Время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах, Свойства тех и других оно ищет в сырых овощах, Кочет внемлет курантом. Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, К сожалению, трудно. Красавица платья задрав, Видишь то, что искала, не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, Но раздвинутый мир должен где-то сужаться, И тут, тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, То ли пятерка шестых остающихся в мире частей, Чересчур далека, То ли некая добрая фея Надо мной ворожит, Но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю, как горний, Кричать же в слугу, Да чешу кота фея. То ли пулю в висок, Словно вместо ошибки, перстом, То ли дернуть отсюда Во поморе новым крестом, Да и как не смешать С пьяных глаз оболдев от мороза, Паровоз с кораблем, Все равно не сгоришь от стыда, Как и чел на воде не оставит На рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах В разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение, Взглянувши сюда, Обыватель узрит сквозь очки В оловянной оправе, Как лежит человек вниз лицом У кирпичной стены, Но не спит, Ибо обрезговать кумполом сны Продырявленным вправе. Зоркость этой эпохи Корнями вплетается в те времена, Неспособные в общей своей слепоте Отличать выпадавших из люлек От выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти Не хочет взглянуть. Жалко, блюдец полно, Только не с кем стала вертануть, Чтоб спросить с тебя, Рюрик. Зоркость этих времен — Это зоркость к вещам тупика. Не подрево умом Растекаться пристало пока, Но плевком по стене И не князя будить динозавра. Для последней строки Эх не вырвать у птицы пера, Не повинной главе всех и дел-то, Что ждать топора до зеленого лавра. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Всем до новых встреч!